Всем привет, меня зовут Ксения, я бармен в бар-лаборатории Релаб, и сегодня я буду наставником Маши в обучении ее такой нелегкой профессии, как бармен. Маша, ты готова? Да. Маша, ты вообще когда-нибудь была за баром? Вот именно в этой части нет, никогда не была. Сзади тебя находятся полочки с ингредиентами, с большинство средствами алкогольными, они нам сегодня не понадобятся, потому что мы готовим безалкогольные коктейли. Что нам нужно для приготовления коктейлей? Во-первых, хорошее настроение, естественно, потому что ты будешь заряжать их своей энергетикой. Вот такая штука, называется она джиггер, это, ну, простой мерник. Шейкер. Желательно, чтобы лед от себя ходил по восьмерочке. Это достаточно сложный элемент, так скажем, сложная траектория. Давай попробуй сама, он очень холодный, и будь готова. Так. Давай, ты можешь. Еще раз, рука должна... Руки вот здесь у тебя ходят. Поймай какое-нибудь удобное положение. Сильнее. Все круто, ускоряйся. Еще быстрее? Да. Такая штука, это стрейнер, в общем-то, когда ты приготовила коктейль шейком, ты открываешь его, и это для того, чтобы отфильтровать напиток ото льда. Ложечки барные, разных видов, двигаешь только пальчики. То есть постарайся зафиксировать кисть. Пачк. Да. Да, 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 вот так. Что это такое? Представляешь, это тоже для того, чтобы коктейль с котель. Действительно палка, называется она свизл стик. Здесь еще есть сахарный сироп, медовый сироп, имбирный фреш. И здесь тоже сиропы, которые могут понадобиться корица. Печень? Это печенье, наверное. Сиропы с печенью, да. Когда в бар заходит гость, ты, естественно, здороваешься, да погромче, чтобы он слышал. Здрасте. Здравствуйте, да. Это уже приподнимает настроение. Ты можешь спросить, как у гостя дела, какое у него настроение. Ну, то есть стать его другом на вечер, а может быть и на всю жизнь. Вот. Да, такое тоже бывает. Мы готовим сегодня с тобой минимум три напитка. Один из них будет готовиться шейком. Второй будет готовиться при помощи матлера. И... Здрасте. Проходите. Отлично. Здравствуйте. Учили, что меня ждали лет 10. Ну, мы всех ждем лет 10. Так, молодец вообще. У нас безалкогольный напиток. Я не знаю, как он называется. Сейчас скажу. Давай ты придумаешь сама название. Это напиток одного из наших барменов. Держи. Его зовут Тимур. Да, давай я сделаю. Динамо. Молодец. Еще сильнее даже можно. Тихо. Он закрывается. Маш, ты как будто работала уже. Нет. Я точно не работала. Ну и давай пробовать, что ли. С трубочкой? Нет, без трубочки. Да, он, в принципе, с трубочкой. Он ароматный, в нем немного ингредиентов. Для того, чтобы у тебя нос чувствовал аромат коктейля, лучше пить без трубочки. Ваше здоровье. Коктейль «Динамо». Прикольный. Вкусно? Все, супер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Проходите, саживайтесь. Сейчас я вам приготовлю коктейль. Здесь. Там. Супер. Меня зовут Мария. Класса. Света, Сережа. Очень приятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вам работа? Шевказно. Вы знаете, я никогда себя не представляла. Но у вас так хорошо получается, грамм. Я вот тоже не верю, что первый раз стоит застойка Маши. Первый раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие ингредиенты еще стоит коктейль? Киви заметил? Вот яблочный сок. Яблочный сок. Два сиропа. Арбузный и Махито Минза. Вы действительно меняете свои повесить? Ну вот сейчас, кстати, надо задуматься. У меня сейчас не гости, а золото сидят. Общительные. Вопросы задают. Отпиздеть, чтобы отвечать. Все круто. Пожалуйста, ваш ингредиент. Наслаждайтесь. Приятного вам за проведение. Попробуем. Спасибо. Маша, конечно, немножко волновалась. И я думаю, это нормально. Я думаю, для первого раза это отличный результат. И такое большое количество информации заполнить очень сложно, а тем более применительно на практике. Если нужно оценить ее работу по 10-бальной шкале, то я ставлю 10. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok